Еще одна ростовская пара, Гмызина-Лобанов. Когда-то на чемпионате страны выступало 24 пары. Ну вот такие сейчас наборы, фигурное катание, что я думаю, что пройдет 5-6 лет. И опять в нашем спорте будет. Много людей, из которых можно будет выбирать. Много людей, из которых можно будет выбирать. Много людей, из которых можно будет выбирать. АПЛОДИСМЕНТЫ Ольга Гмызина, Иван Лобанов. Ну хорошо, а вот 9 человек, которые принимают участие, это что же у нас получается, вообще нет что ли танцевальных пар? Ну пустили бы детей на чемпионат России, или так не делается? Так не делается, у них совершенно другая программа у детей. У юниоров совсем другие обязательные танцы. У них произвольные танцы на полминуты меньше. У них совсем другие правила. Стариков пустили бы. Ну только если с первого канала людей позвать, которые только что закончили. Но у них своя программа. У них каждый день шоу по стране, где их ждут миллионы зрителей. Ничего, в этих девяти процент очень высокий. Потому что в этих девяти и десятая осталась дома, потому что лечится. И мы желаем нашей ведущей паре здоровья, исполнения всех их желаний, их тренеров. Да, то из десяти две пары, которые могут претендовать на высшие награды чемпионатов Европы, мира и любых соревнований проводимых на этой планете. Есть, что тут процент хорошего. Очень высокий. Напряжение какое высокое из-за этого. Да. Зато третье место свободное, может разыгрываться. У нас, кстати, есть сюжет про Максима Шабалина, который мы покажем сразу по окончании обязательного танца. Как Боброва с Соловьевым через несколько минут откатается. Посмотрите, что там происходит сейчас в Одинцово. Ольга Гмызин и Иван Лобанов получают 14 баллов и 23 сотых за технику, за шаги, элементы. И 11,51 за компоненты. Итого 25,74. Они на шестом месте. Ну и девятая пара по списку Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев. Спасибо. Спасибо.